добрейшего времени суток дамы и господа с вами снова анак и это видео будет очередным разбором сегодня у нас меню персонажи класса саппорт это будет разбор преимущественно на мойру из рейтинга плотина 1 также будет сыграна кое-где мерся и карта разумеется king's roll давайте вначале как и всегда обратим внимание на пик нашей команды мы как мойра являемся в команде мейн хиллером персонажем саппортом у которого огромное количество исцеления и мы хотим обильно лечить команду поэтому нам хорошо когда в команде есть первое это цель которую можно удобно на постоянной основе лечить обычно это самый желаемый медленный танк здесь его нету здесь то дивов в принципе дива тоже неплохо может реализовываться с морей все зависит больше от того как сама дива будет отыковать если она будет возвращаться брать хилл то проблем у нас не будет собственно как и любой дайв танк если вы играете дайв танком и с вами в команде играет мойра вы должны понимать что мойра это персонаж который лечит только в упоре только вблизи и поэтому на дистанции играть просто банально невыгодно и нужно время от времени возвращаться к своему саппорту за подхиллом и второй момент на котором обращаем внимание это наш второй сав видим что в команде будем начинать с лайфвером это хорошо с точки зрения мойра конечно плохо для команды учитывая что герой очень слабый но он в любом случае даже при всем желании не будет убирь сильно нам мешать и воровать у нас огромное количество хила так что в этой катке в любом случае фокус на хилле держать стоит мы мейн хиллер команды будем этим заниматься на стоя и поехали первая атака выходим даем арбу сверху вниз арбу в дэмэдж арба в дэмэдж желание правильно выйти быстро вперед кинуть на спам арбу пока никто в команде не получает урон это адекватно у нас полная рука полно ресурсов для восстановления хп при этом файтер как такового нету сфера дэмэджа халявно копит ульту только один нюанс китай такую сферу сверху вниз на карте king's roll ты просто обрекаешь ее на то что она улетит вверх куда-то после первого оскока king's roll мапа одноэтажная мапа очень узкая с узкими прямоугольными проходами здесь стоит давать арбы как дефолт просто по горизонтали в одной плоскости да отлично нас проявили команду все правильно немножко поспреяли ждем какой-то экшен какое-то продвижение арбы кидаем в домах данную секунда это дефолта здесь ничего особенного хочется дать арбу прямо вот на колонну за налево за колонну да совершенно верно и стоим лечим диву плюс пытаемся руку потраченную восстанавливать все верно делаешь немножко под хеллик садет все правильно сделал можно было даже вторую очередь не давать него хила фул фокус на диве чтобы банально просто не выпираться вот в эту вот позицию отличный стоп кадр который грамотно показывает вдову стоящего здесь вот на хг да и те самые угрозы которые появляются если мы все-таки остаемся где-то в open space и выпираемся вперед в общем то хотелось бы быть вот чуть левее да не вылазить лишний раз ну такой арбуд дать выйти можно из-за поворота если направлено это делаешь во вдову эта идея неплохая это идея нормальная у вдовы такая позиция здесь правая очень глубоко вот этот хг да она там не получает особо никакой помощи пока к ней кто-нибудь не подойдет из тиммейтов в общем мы заставим кого-то либо ее двигаться либо тиммейтов вдовы работать поэтому норм сойдет вторая опциональная рыба тоже в дэмэш налево за ринхарда как давали и первую то есть план на игру пока не меняется на фронте мы делаем работу которые должны вдова по итогу прервать дуэль это великолепно ну и здесь вот хочется уже думать про оставлять руки и под пуш да хочется думать прогрессивные какие-то плеи ну шикарные опаны дальше план простой отлично реакция у тебя срабатывает нахил себя супер правильно дефолтная рыба под себя в стеночку очень все грамотно сделал до танка не отпускаем надолго и пытаемся помочь дэмэджем здесь вот тоже видишь такой момент сюда ларбу вниз совсем резко вниз нужно было давать ее чуть вперед чуть на хода иначе она просто очень быстро улетит вверх ну и так происходит на видишь то есть арба была потрачена процентов на 30 такой микро нюанс ты почему-то слишком сильно арбу даешь в землю слишком сильно давать ее немножко в землю наперед на ход да это правильно такая идея есть она чуть замедляется и даст еще бонусную эффективность до проходя немножко больше расстояния снижаясь в процессе движения да но здесь такой необходимости попросту нету таким к сроу и на генсроу реально ну очень крутые стены обращая внимание на стен дружище рекомендую здесь по-любому в игре мы оставляем телеге хотим пойти вперед просто потому что он категорически неэффективный персонаж сам по себе нам нужно копить ульту как и ему но у нас ульта сильнее мы персонаж который дает больших его команде только вот мы здесь беремся вообще без танка и не очень понимаю почему ты такая же агрессивно shift явно ошибочный ты себя на 6 секунд подставляешь в агрессивную позицию где одни враги никого из тимыта в помощи нету но чисто в теории кирика поворачиваться дает тебе два куна и ты покойник да то есть спасения нету ну так оно и происходит думаю ты сам понимаешь эту ошибку она есть никакая такая типа сложно да легкая к осознанию тут даже в процессе самоанализа можно понять просто сырано гиперагрессивно без аргументов первый аргумент почему играть агрессивно потому что телега только выехала одного чувака мы оставляем на телеге второй аргумент почему ты здесь не можешь играть агрессивно твой танк не перед тобой дефолт на саппорте это быть не первым номером да то есть ты хочешь быть за дивой ты хочешь эффективно копиться на диве ну здесь такой микро момент ты дал очень плохой стрейф касательно вообще любого дэмэджа который здесь вылетает из прохода да то здесь можно было поймать не только хэддавы здесь можно было поймать три сюрикена очень неприятных любой спам ренхарда ешку и все остальное здесь в принципе я бы тебе рекомендовал не жадничать и просто до shift ну то есть почему мы здесь просто не отдаем какую-нибудь обелку допустим на перемещение не выходим это не имеет никакого смысла мы спокойно это можем сделать видно что команда мнется команда действует медленно видишь то есть даже спустя вот 6 секунд которые прошли куда он наши обелки ничего особо в игре не происходит мы бы еще не сделали ну дева кинула бомбу да но к если все еще респа в аферу респа то есть команда не спешит что происходит макро оппоненты хорошо трейдится по итогу они отдали пережили полностью диву и здесь ренхард вкидывает шикарный молот да мы отвечаем на молот мойра и абсолютно нормальный ответ я бы здесь тоже прожимался мы не знали что кирика будет прожиматься тоже до оппонент вкидывает по-хорошему очень сильную экономику наша прожимка много произошло одновременно и мы выполняли свой дефолт поражать моего на шаттера ренхарда вовремя прожатая сразу же наш танк ренхарда ульта моря зачастую спасает даже цель скриша который валяется она очень легкого заливает один а точно не может убить цель ну и как видим по итогу оппонент вкладывает еще и мой рауль тимой то есть просто экономически проигранный файт в любом случае наша ульта была саппортская диву мы не можем включать математику этого файта дива прожималась до файта ульта вивера это очень слабо ульта то есть ульта моря при сульта вивера ни в коем случае никак не перевешивают кирику венхарда и моего в ответ это просто физически невозможно поэтому данный файт забываем едем в новый пытаемся копиться оба в домах тут наверное слышим вдову после этого не хочется приседать на месте за машиной это очень-очень странное действие очень плохое действие не рекомендую что ты хочешь делать чтобы защититься от вдовы и с виженом ты хочешь уйти от нее полностью в лос с помощью любого угла то есть закрыться углом закрыться текстурой находясь вот в таком вот месте да как бы машина тоже часть его хитбокса закрывает но ты вынужден двигаться ты должен как-то подходить к тиммейтам двигаясь влево вправо ты постоянно будешь показываться у хитбокс будет виден чревато смертью просто вдова может спокойно попасть ты как будто бы остаешься все равно вот как будто на сковороде в open space и да за какой-то текстуркой но такой себе жиденькой и самое главное у тебя нет плана на игру из этой текстуры ты не можешь разоградать дальше вот как ты будешь кого-то лечить от вывод да правильно абсолютно верно решение shift налево за угол вот это правильный мув здесь ты облизывая угол может стать ароматур своего ароматур будет отжиматься сюда же можешь арбу ему подкинуть можешь выйти вот так вот в упор тоже абсолютно полностью проход некомфортный для вдовы ей нужно выбираться прям максимально сильно с окна ей накидают за это наказание там сюрикен генджи будет давать кто-то еще дамаж будет давать к саде и так далее это правильное решение абсолютно правильно действовать классный сдвиг произошел бренхард не проблема наша тоже катился все окей чувствуем себя комфортно да работаем по нему не стесняемся ароматры нам тоже как цель как танк становится намного лучше чем дива буа кстати говоря ароматра всегда впитывает огромное количество дэмэджа поэтому его лечим здесь просто вот опять странный шар знаешь на любой другой мапе я бы тебя за такой шар ни в коем случае не поругал потому что давать шаги вниз на удлинение дистанции это норма но здесь на king's row офигительные стены и ну вот вообще все внутром напрашивается шар ровненько вот сюда траектория шара в эту стенку в ответную стенку и дальше полететь она является идеально она точно является лучше чем шара вниз потом сюда и куда-то вверх он идет просто вверх он 3 траектории он никого не полечит он полечит только там кусочек ароматры лучшем случае ну чтож в принципе нормальный размен ароматры хорошо отдал форму мы хорошо покопились генжи оппонента падает хочется сыграть агрессивно макри пушит помогаем к саде помогаем нашему генжи который давит отлично рыба сность пошла по генжи мне очень понравился этот мув я бы сделал то же самое рыба нахил здесь поддерживает пуш команды противники все еще как бы в нормальном количестве поэтому мы как бы не ставим жирную точку а команды мы получаем ну чтож удар х откинулся молотом довольно дешевый выигранный файл для команды противника раха ultimate является очень дешевым этой ситуации почти бесплатно а мы остановлены неприятно но еще не поделать мы хотим докопить нашу ульту на хороших генжи только слишком долго уже на пол хп я бы здесь на 2 месяца переставал хилить генжи потому что в команде есть второй саппорт который ты видишь что тоже лечит генжи и это его работа дохили вас кишей твоя работа основная она слева ирха противника слева уже в завязке стоим ароматуре ты это слышал по звуку то есть нужно уже начать лечить ароматуре по-любому здесь буквально секунда лишнего зазора да то есть в генжи получилось ну кстати уже две уже три секунды лишние ароматуре твой не фоу хп ты хочешь очень сильно с него добрать ультимейт потому что видишь море оппонента уже ультует и тебе категорически не хватает 10 процентов если бы ты занимался лечением ароматуре слева либо дал борьбу налево сейчас вот надавал борьбу налево до дэмэж который докапливал бы тебе ультимейт ты бы мог ответить на бамеры а так не успеваем тайминг видишь до команда прожимается команда хорошо жмется здесь не нужно разумеется ульту же все это выгон и файт ну явно ошибочно решение здесь в любом случае даже если бы ароматуре погибал вы бы оставались в преимуществе да то есть видишь что оппоненты почти все мертвы то есть тут немножко перебрал скажем так лучше конечно перейдеть чем не забезть но здесь ультая в наше обычно дружище просто по количеству прожатых ультимейтов и по количеству быстрых пиков было видно что файт выиграны вы сразу убили троих вот в момент когда вы прожали ульты на равных там они нажали кирика там моего и вы нажали там ароматуро плюс high noon и вы получаете три пика там с одним ответом с большим приветствам плюс три плюс два тиммейта и остаются остатки даже если просто и команде умирает противник будет битый будет с прожатыми обилками и вы в любом случае будете в преимуществе то есть тут вот аргумент был и момент стопа произошел у меня в башке в ту секунду когда у противника было моментальный минус 3 это просто был очень дикий темп ну здесь разумеется дали еще нашего генжи все правильно делаем копим ультимейт на команду нормальная рыба пойдет все нам немножко рук восстановить очень хочется очень хочется следующую арбу по любому в дэмэш по этой причине да то есть чтобы просто ну вот здесь рыба стопудово ошибочная да конечно ты хочешь лечить свою команду но твой танк full хп твоя мэй full хп ты сам full хп у тебя ультимейта нету чтобы докопить его то есть острые нужды срочно дать за хил нету второй саппорт тоже жив он здесь при этом основная твоя проблема которая существует в данную секунду это отсутствие руки если твой ароматка будет продолжать играть агрессивно через пару секунд ему очень-очень будет нужна твоя помощь виде хила не сейчас и рукой это будет намного эффективнее да то есть у тебя видишь как бы желание есть восстановить руку при этом ты не видишь возможности рыба бы здесь немножко точно помогла пошел дэмэш немножко улетела неудачно и пошел блэйд здесь мы да просто лос им этого генжи не пытаемся стать его жертвы это правильно увидим что он все равно находит достаточно цели пытаемся просто выхилить на гамадре максимальный процент ульта но если ароматра поживет пожалуйста мы только рады конце конечно много руки потратил мимо дружище рекомендую обращать все-таки внимание еще на то что ты лечишь давай если хочешь отмотая даже пару секунд если в здании все еще было нормально то вот здесь вот когда ароматра выходит на улицу вот часто лечишь воздух и продолжать лечить воздух 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 до конца руки лечили просто вот здесь правильным действием если ты уже десенсировался от ароматры не можешь по ним попасть просто shift за его за за его спину и лечим ароматру да почему нет не стесняйся нажимать shift и в любом случае хочешь выйти из этого дома и видишь ты выходишь по итогу из этого дома да и дал борьбу вперед на дэмэш опять бы руку восстановил рука была бы у тебя здесь уже больше эффективная в этом моменте да то есть нахилили бы больше по-любому не захотел прожимать shift из-за этого неправильно поражающую арбу из-за этого меньше нахилил своего танка позже ушел в нужную позицию то есть все сделал замедлено как бы правильно да там плюс-минус но часть все-таки процента потерял очень не хватает руки нужно срочно покопить руку я бы здесь на твоем месте играл бы агастина с ароматуре пытался бы вот в момент его контакта дать арбу на дэмэш противника чуть-чуть рукой пососать и уйти full hill на тот процент ульты которые мы накопим с этих действий здесь план должен быть такой ну давай рыбу в землю сам видишь много-то не наличил рука не появилась то есть эффективного цикла много не происходит много персонаж который должен циклить руку нет ничего страшного в том что рука закончилась поверь нет ничего это нормально ты должен полностью разряжать руку но нужно ее восстанавливать что шульту докопили ресетнулись ждем пока что самую главную проблему у нас на море смотрю с тем чтобы руку остановить хотя вроде бы это легко делается два источника стали руки это пкм и арбов дэмэш об источника устанавливают руку собираемся ждем танка не поставляемся под воду дефолт такой и заходим смогу льтом отдали руку окей это не страшно учитывая что ульта у нас наличие только мы почему-то медлим и пытаемся лечить сквиша на хг это в принципе говорит о том что у тебя в голове не было плана который я описал шагом ранее а именно поддержать нашего танка в агрессивном плей и поражать ульту на входе мой ультимейт это офигенный стартер его нужно сдавать стараться как можно раньше заходя в бой пытаться пустить какой-то велью он очень часто вы торговые другие ультимейты а если нечего выторговать то он дешево убивает врага потому что ультимейт довольно дешевый иными словами ты сейчас должен быть за ароматрой и нажимать ульту ароматрой даже без тебя делает опыт как и прожимается первым ну что ж про х еще ульту отдал никуда все очень хорошо складывается для команды из минусов вы за два ульта только одного оппонента убили но из плюсов вы все равно имеете сильное преимущество и вы больше накопить ультов поэтому это не такой уж большой косяк видно что противник сыпется у них плохие позиции у них все отжаты из-за того что вы прожимали сильные кнопки они позиционку потеряли полностью вы получили все преимущества до человека нужно идти вперед нужно его давать на дэмэш вперед по-любому здесь очень хочется арбулки носим арбулечку куда-нибудь да вот сюда вот и больше не пик им удову убили можно снова пикать после мертвой вдовы уже нету дефолта не пикать main ждем последний файт не знаю почему мы так глубоко держимся учитывая что тебе нужна рука то есть вот у тебя реально не хватает мышления наперед следующем бою когда начнется заварушка ты хочешь активно копить ультимейт его циклить новый цикл набирать ульты ты хочешь эффективно устанавливать хп своему танку мэй и любым вообще игрокам которые будут контактиться пик команды шикарный для нас для моря здесь состава лучше желать нельзя это одноэтажка кинсроу и у нас два контактных персонажа ты должен быть впереди прямо сейчас чтобы у тебя была рука на следующий файт ты должен копиться об любую цель оппонента после смерти вдовы себе сняты все ограничения если еще до этого ты мог аргументировать типа ну да она как я как бы хотел бы вернуть руку но не хочу рисковать хочу сыграть более уверенно здесь вдова жива не хочу подохнуть вот знаешь на смотрит мэйн не полезу все сейчас точно нет но ни одного аргумента нет на телеге 3x а генжи выходит под мойра ульт пытаемся до пережить под заморозку хороший пик по генжи дальше кирика я бы выжигал он твой месяц они моего все-таки моря восстанавливать и хп в ульте довольно обильно ну и здесь команда чисто команду ультами перевешивают противника отлично отлично сыграна нормально все нашу роль мы хорошо тоже исполнили роль была не погибнуть от генжи и захилить любые цели ждем новый файт арбу не вкд мы не хотим видеть вообще никогда пока у нас ульта не готова то есть данную секунду ты снова не думаешь наперед и не планируешь следующий файт и почему-то вы в 3x а тащите телегу это неэффективно ты должен быть впереди ты должен кидать арбу в любую цель хотя бы одну на выход не понимаю почему никуда марбу искренне понимает какой-то косяк завтык то есть ты просто забыл про то что можно кинуть вот по-любому ты теряешь процентов 5 ультимейта и добрую половину новой рыбы по времени вас полна рука лечим аромату не стесняясь до в процессе такого лечения хочется хоть чуть-чуть немножко восстанавливать пкм мая если ты видишь какие-то цели перед собой только что перед тобой была там сквишовая цель слева ее можно было рукой немножко потрогать моро моро вот она бегает да да не стесняйся вот видишь рука очень обильно восстанавливается даже буквально до секунда присоса дает нам 2 секунды хила это очень круто до после этого сразу увлечиваемся на максимум не стесняюсь руку тратить арбой обыдывал дэмэш у тебя почти полна рука это отличный цикл лишь есть контактные оппоненты спокойно можно еще лечить и лечить арбой дэмэш бы на дамажа у кого-то в отличие от того как ты видишь слева летает твой арба она нахил но все цели фуловые у вас просто некого лечить в команды и так шикарном статусе по этой причине здесь по-любому нужно давать было бы в дамагу и вот роматра пошел все тяжкие я бы если честно на твой месте даже шифтовался бы за роматрой и помогал бы ему сосать цели которые он сосет плюс еще бы его я близне осталось на менее здесь можно сосна мэнси по ну да есть есть чем заниматься и нам и не тоже но роматра дает такой пиковый вход в оппонента жесткий что прям вот ну хочется помочь максимально много заплавить поэтому он только одного заплавляет в данную секунду сэрю докопить ультимейт ну то есть разограли нормально не скажите какой-то косяк жесткий да типа за роматрой ты не обязан был прям привязать это правда здесь можно осталось на телеге просто лечить цели пытаться высосать зарю хотя это не особо перспективно для нас культу жмем здесь ничего мы не сэвим прямо сейчас да 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 наращиваем до упора тем пока противники контеста телегу мы их должны убивать максимально быстро по этой причине дочищаем доедаем они уже по одному в любом случае будут выходить в меньшинстве на мультаде снимаст хэв ну даже не успели на контест отлично переходим к обороне дамы и господа и видим что у нас пике появляется мерси ну видимо игрок принял решение поддержать своего собрата на эхо потому что эхо это персонаж который намного эффективнее играется с марисой как известно это связочный персонаж идея то есть имеет место быть вполне себе норм поехали смотрим категорически конечно не нравится позиция слева наверху но поделать ничего не можем мы играем связкой значит мы двигаемся и рискуем нашей жизнью в зависимости от действий эхо сразу shift здесь я не знаю почему то нет желания сразу шутиться потому что было очевидно что просто выходя из-за угла мы подставляемся под любого снайпера и даже если ты не знаешь если он в пике противника в самом начале игры ты должен просто обязан предполагать что он есть это дефолт это стандарт мы всегда боимся угрозы которая есть потенциально даже если ее нету повезло что вдова не попала нам голову здесь ты тоже стоишь очень открыто я тебе сразу подскажу наперед тоже вот эти вот заборчики простреливаются и здесь прямо сейчас в эту секунду твоя башка она вот попадает где-то местами в зону прострела вполне возможно один шаг влево назад и ты в простреле точно здесь хочется по-любому берется под стеночку то есть ну шаг вправо сделать хотя бы один просто для нашей безопасности чтобы ничем не рисковать у нас получается по второму саппорту в команде она поэтому я бы не рекомендовал если честно нажимать левый клик в рейнхарда иначе это категорически может сказаться на вашем на на пусть и и скорость его накопления а у противника в пике была мойка то есть да можно предполагать что у них будет ранняя ульта вполне себе не скажу что так будет происходить всегда но иногда в играх если у противника будет хорошая композиция и в мэйн саппорт будет понимать что делает он что он должен делать в катке они могут вас за такие овт клики в рейнхарда на мерсея передавливать просто темпом будут заходить прожимать ульту а вы будете умирать с 80 процентов на на буста на покет эхо очень сильно открываемся и прям бегаем по прямой перед виду даже не стрейфанулись мне очень нравится этот момент здесь обязан был хотя бы немножко стрейф отдать хоть какого-то в нее и попытаться на разумеется улететь за угол ответить на а ну было бы хорошим решением да то есть моментально о ну это извините ну вот это вот совсем косяк это называется я изучил mercy jump но не понял зачем он нужен дружище мы забываем про такие мувы если противника есть давай я думаю это должно быть очевидно здесь ты подставляешься категорически сильно тебя щадят но только потому что вот добрые оппоненты попались пик более того ты потерял связку это тоже очень такая проблемная ситуация ну и по итогу подставляешься погибаешь одним из первых сыграно не очень здорово конечно команды в любом случае погибала это видно то есть ренхард откис в любом случае он там пошел куда-то за ворота и не знаю мы скорее всего сыпались и не думаю что данный момент повлиял на исход файта но сыграл ты тоже плохо подставился поддавал категорически прям капитально хреново возвращаемся в бой да не хотим пикать мэнсу правильно чуть левее за осы ли правее за осы ли как а подходит и переходи на левый угол просто переходим на левый угол стоим здесь можно подлечить ренхарда видно что он текает очень много дэмэжа и мы не видим где бабка хорошему развернуться посмотреть где находится наша она потому что она должна лечить его все появляется она нормально забываем про его генхарда и сэха на хрешечку блок круто уйти я не понял почему ты не пытаешься попасть в окно да то здесь дефолт простой если ты поднимаешься на хг и ты видишь что соска летит на хг ты хочешь здесь в окно тоже чтобы занять окно вместе с ним ты точно не хочешь оставаться снаружи я согласен то что этого кассати прочитать невозможно то что он вылезли слева эти опекает но я искренне понимаю почему мы остаемся снаружи если бы твоя эхо просто и вот происходит что ренхард получает на на и будет давить фронт твоя команда переходит в атаку атака это агрессивные действия которые выдавлю противника вперед твоя эхо летит на хг и хочет занять хг попасть в окно скорее всего это видно по действиям и к и твоя эхо вполне вероятно будет вываливаться и поддерживать ренхарда из окна она будет выпадает давать ешечку агрессивно там кого-то дыдать спину и так далее то есть будет активно играть играя на версии оставаясь снаружи ты просто не успеешь поддержать даже эхо банально вот ну на уровне правильности действий которые ты должен был делать так что здесь ты платишься за косяк который ты в принципе совершил но косяк будет совсем в этом короче кассати рандомный то что он тебе здесь убил реально не повезло но почему мы не пытались попасть в окно я не понимаю мы обязаны были по-любому из окна падает эхо ты не обязан ты мог там уже развить руку как угодно да но залезть в окно ты из окна можешь лечить и эхо которая залезла в окно их которая решила не завалить в окно и эхо которая выпала из окна в сторону оппонента то есть любом случае окно это альфа позиция для тебя так мы выходим новый файт танк здесь эхо полетела уэс гол на цикле все просто лещим дэмэдж бустим но слушай не отпускаем эхо оверквину ну точно не отпускаем до квине тяжело понимаю это понимаю твою боль понимаю желание но посмотри если бы эхо здесь умерла был бы только ты виноват на сто процентов у нее есть бабка у квины у квины есть бабка у квины из self-heel у квины есть shift у нее то есть полно обивок и аргументов к тому чтобы ты покидал свою связку хороший пик я близ на самом деле на твоем месте нажимал бы кнопку почему аргументы смотри самый главный аргумент очень хочется смотивировать свою эхо на пуш я бы разумеется войс бы сказал ему эхо мэн у из головы с гол пузом пузом а и визу типа что-нибудь такой тип с тобой мужик давай играй агрессивно второй аргумент вы уже сделали пик вас и так больше но оппонент все еще сражается оппонент все еще завязки то есть оппонент нажимая любую кнопку может уравновесить файт и файт не является стопудово выигранным поэтому хочется нарастить еще большее преимущество чтобы вдруг кто-то не погиб плюс она не будет лишним она реально не лишь нет как ни крути не лишь даже если просто вы прожимаете допустим ульту и оппоненты сдаются в к файт и просто все умирают это будет файт выиграны за одну версию это офигенная value очень хорошая очень классная и ты хочешь побежать такие файты дешевые за одну версию в третьих у тебя избитые тиммейты у тебя избитая квина ты видел что эти желоб она играть пути в зари это можно его к понимать да то есть квина пути в зари такой себе пик зря является одним из лучших ответов на квину плюс это king's roll это карта домашняя для зари ну я думаю что аргументов достаточно да здесь стопроцентный нажим к кишки обязаны иметь место быть мы не жмемся оппоненты жмутся потому что оппонентов выбора нету оппоненты в завязке и они по-любому нажимают свой кнопки они жмут две ульты мы все еще не отвечаем ну если кто не буду отвечать мы погибнем в принципе да то есть момент когда уже сдан граф и моря нажимать мир всю если честно уже поздно это правда потому что просто мясо уже не выбаланшивать никак гравитон с морой это стопудовый вайп до какие-то еще трейды дали ну и просто погибаем обидно файт был решающим то есть да прожми ты первым ультимейт не факт что ты бы людей в граве спас но у тебя была бы возможность подлететь полечить их оппоненты бы понимали что сдают ультимейт уже в активную ульту противника а значит нужно было бы либо вкидывать массово все либо не вкидывать вообще возможного понять нажали больше экономики да то есть к чему и третье если бы ты нажал ultimate первым ты бы зафорсил оппонента думать быстрее потому что с каждой секунды после прожатой ульты в команде противника и потери у них как бы они были бы казалось представь ситуацию они на сковороде у них в команде минус 2 по силе им срочно нужно кого-то забалансить то есть возможно гравгу бы хуже сдан да то есть может быть заря было хуже вкинула быстрее бы старалась кинуть так далее то есть варианты были бы какие-то может быть было бы лучше не факт и далеко не факт а оппонент все прожимает сильную экономику в этом боюсь сильно винить тоже себя не стоит по той причине что гравитон плюс мойра в любом случае мёрси ульту перевешивают кто-то из тиммейтов должен был что-нибудь бы нажимать чтобы данный файд выиграть вот вину спасать пытаемся нормально на одном хп ну рис рис мы это просто обязательно окей извините рисом и не будет здесь вообще не до этого здесь очень срочно нужно поднимать нашу эхо при этом всем у тебя квина просто на дом хп я бы здесь на самом деле перед весом даже нажал ульту ну потому что просто нет нет продолжения мы просто подыхаем здесь вообще очень трудный файт согласен прожим культа не спасла бы квинук вина была out of position на одном хп у нас просто 3 тимм это сдохли и мы с этим ничего не можем поделать номер ся мы это мы правда мир сатой в принципе то что из замариновал нормально на самом деле вес прожимка это то же самое что прожимка плюс рез никто себе не мешал даже правильнее на самом деле на на бой реально не прожиматься сначала рисует но дружище жать пора он пора уже вот под этот нано буст точно нужно поддерживать своего тиммейта здесь по-любому и обижал не знаю отдается в хайну на эхо очень тяжелый файт очень нужно пытаться помогать пытаться под контестить лего выбить уже какие-то ульты оставшиеся за понента да то есть ты пытаешься как будто вы переждать мир сультом вообще все но это может быть чревато просто потому что игра закончится когда-то ты должен нажать стоит понимать файты очень тяжелый давно уже сейчас точно пошел врыв пошел рез ну блин рез конечно отчаянный здесь если честно супер классным решением было бы на самом деле вместо риса поработать по замороженным целям все такие будут я бы здесь прождал бы одну секунду посмотрел бы заморозится ли заря если зря заморозится я бы просто слабо пушку и растрял бы ее при этом контеста привод но зря походу не замерзла кстати говоря то есть мы не получилась резать нас не скажу что сыграл плохо да то есть под заморозку в мерзе ульте попытаться рестнуть как бы идея понятна идея но более-менее звучит да вот тяжелая ситуация тяжелая не скажу что идея звука какая-то прогулка прямо знаешь такая приятная легкая задача да она нелегкая нифига у нас тиммейты умирают мы в меньшинстве мы пытаемся ультами хоть что-то забалансить противники жмут и давят со всех флангов критическая ситуация если честно да то есть из нее пытаемся вытащить что можем не получается здесь на самом деле реально стоит признать что просто версия не работает вот как бы там ни было мы играя на версии не можем влиять на большой процент исходов игровых ситуаций моментов ультимейт у персонажа малоимпактный сам по себе персонаж малоимпактный персонаж связка которая полностью зависит от действий нашего диппеса здесь просто стоит признать что мерзия не работает и свечнуть ее у нас было несколько файтов где команда умирала до файта и мы реально не могли ультой на это повлиять но правда это это правда это правда у нас просто люди отваливались ну а если мы не можем повлиять на исход файта не ультой не резом которые тоже не получились и не сработали рез был удачным там умирало больше людей либо рез вообще прерывали стоит просто признать что нужно использовать другую тактику это факт но это правда кстати оппонента слишком вольготно себя чувствовал все убивал выходом новую битву видим обезьяну есть у нас кирика изменения такие колоссальные произошли обсказал ну да мы форум обезьяну пытаемся лечить пытаемся лечить кассаде жалко что не спасли но мы особо и не могли мы его подлечили он реально получил over damage в open space и просто сдох здесь его косяк куда больше чем твой ты во всяком случае его лечит ну то есть ты его не игнорил выдавал этот очень сладенькая после смерти такого кассаде здесь вот учитывая что 20 на правом хг и обезьяна спасит и у нас есть кирика это значит что винстону в теории есть кому вернуться и есть кому taxi я бы здесь вот кроме шуток на то вместе пошел бы шифтом в правое здание в часовну которая находится на котором вдова стоит по моему да и попытался бы запушить даву и а блин и ай NR и horas если честно не ставлял бы обезьяна ony я бы пошел вдову выдавливать я буду сходил просто потому что мы не достаем давуси на который находится вон там вот глубоко и он обязан каким-то образом свой co посчитала так что он играет чуть ли не один кирика его полечит она здесь есть за то есть не проблема окей мы остаемся тоже нормальный мув тоже нормальный план агрессивный бой здесь не обязаловка не обязаны играть агрессивно пассивно отыграть постоять просто пожить и дождаться павшего тиммейта с респа тоже план нормальный у нас конце концов всего одна минута у нас не будет второго шанса поэтому розыгрыш самое главное должен быть любом случае без нашей смерти по возможности играй пассивно ты и с большим раз исключаешь очень открыто стоим прям мне категорически не нравится твоя позиция здесь я понимаю почему-то не хочешь ходить налево потому что вдова часовни реально закрывает все левоповину но хотя бы тогда не завозь на машину хотя бы как вот ну да спустись чуть пониже вниз рука опять видишь то есть полностью в нуле все здесь нету вообще варианта розыгрыша через хилл мы по-любому должны выйти налево через отель и сосать любуется просто обязана обязаны это наш путь этого выхода нету мы почти убиваем ее нормально лучше только после такого отличного насоса было бы классно хотя бы глянуть в порядке ли наш танк потому что вполне возможно винстон опять получил дэмэш и отпрыгнул на дозаправку назад к саппортом и в этом случае ты обязан был бы развернуться полечить его не ругая за что играешь агрессивно кириков команде есть есть кому лечить но посмотреть на танка нужно было на выходим очень трудный файт уже две потери пытаемся кого-то съесть обезьяну лечим 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 лечение овердом и жизнь в любом случае у тебя почти готова ульта обезьяна докопилась мы очень хотим докопиться сами поэтому просто да лечим дамажем по возможности любые цели hill over damage отлично что сделал кстати говоря докопить просто отойти докопить попытаться попытаться срочно закопить не увлекаемся мы же ни в коем случае до пытаемся спасти кирика отлично сыргана не знаю сыргана просто великолепно ну кроме вот этого нюанса вот это я не понимаю тоже зачем вторая ульта закатку слитая по сути в никуда причем это ульта очень важно было для команды учитывая что у нас у вас вообще ничего нету зря идешь вперед это может быть чревато я бы здесь не пушил настолько грубо у противников у всех ближний респа вы их убили очень быстро ну там море нету окей в четвером в любом случае твоя команда т.п. но вертами и всей команды вы не сможете идти вперед у вас будет прикованный один тиммейт к плоду то есть оппонентов здесь либо на равных либо даже больше нужно быть очень осторожным в таком пуше здесь нет прям сильно какой-то агрессии ну сыгана очень мандраж на очень плохо сам понимаешь думаю что это жесткий косяк только что произошел второй от от тебя лично два косяка вряд лишние прожатый ульта уже выгодном файте когда у команды больше нет ультов и она очень нужно следующем бою и конечно же смерть смерть явно лишнее причем без аргументов сильно ругая просто потому что он ты даже не должен был там находиться ладно бы ты должен был находиться ты бы рисковал ради чего ты так далее но нет здесь полный бак в обезьяну срочно но здесь не выиграть саджа на кирико ульте это просто экономическая победа был бы здесь вот ты сморо ультимейтом возможно под мой ультом генжи бы их порезал возможно но вполне могу хватить честно может быть ты кого-то спас бы из тиммейтов то есть были бы живые люди другие да генжи бы не получал лицом столько дэмэджа докопил генжи нож кирика была года копить ультимейт под твоим ультом здесь могла бы другая игра увертаем еще можно было тащить тащить ты сам это понимаешь ты все видишь на демке ну и что ж дамы и господа переходим категорическую тяжелому дефу на вертами четыре с половиной минуты у нас буквально три файта будет тяжело арбуды мы ждали после этого сразу шифтом уйти мы здесь не хотим уловить рандомные шоты отдавы через эти вот заборчики которые показывал все ты труп вот над тобой проходит пуля которая в следующий раз будет у тебя в голове только что ты проиграл игру слив овертайма в соло отходя вот так вот под пулю это стопроцентная ошибка ты должен всегда думать о вдове что она есть и что она попадет тут нормальная тема остаться с грамотой на самом деле подойти к нему шифтом мы в полном сейве хорошая позиция вещам грамотова полностью тоже отличная рыба полную руку тратим разумеется тратим 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 не стесняемся выхиливаем шифт нормально здесь на реакции сыграли все хорошо арбу только почему-то снова дали не в стену а в пол вот просто кинг-с-ролл это не снова по идее реально просто в стенку перед собой дал бы было бы эффективнее так она улетела наверх хорошо засосали оппонента отлично разменяли выхили то есть все глобально правильно сделал микро нюанс с собой в остальном все круто во вдовар букинг не помешает тоже можно выйти пикнуть ее можно можно только быстренько в долгу состоишь на то есть даешь и шанс выглядывание вода у должен быть моментальными вот это кстати позиция хорошего это позиция правильно здесь ты должен стоять отдавы здесь на тебя не убьет никак грамотра дело что-то неадекватное не знаю куда он уходит да но мы на такое отвечаем совершенно верно шифтом подъехали в тиммейтов все изи хорошее желание классно руку так вот играешься рукой да то есть полечил пытаешься найти покремщика чуть-чуть полечил опять чуть-чуть покремщика все правильно покремщик ищем кстати интересный момент происходит то самое из-за контактного файта из-за того что люсио вашей команде где-то лишний раз нажал за хилл ешечку в хилл активно до прожал ее по раз ты не успеваешь докопить свой тиммейт хотя много оппонента его докапливает танк изменился на равных но твой люсио слишком много лечил это видно по проценту его ульта то есть человек человек не понимает что такое саппорт мейн хиллер что такое ранняя ульта для энгейджа да когда вот бабка докапливает на на буст первичный быстрый когда море докапливает быстрый вот прямо в этой ситуации классическая такой пример когда к сожалению люсио к лечит ну здесь опять же ситуация такая смотри какая получается этот файт не последний нужно не последний телега заезжала ворота то есть еще один файт точно будет прожимая здесь ульту один в пять ты не имеешь ни малейшей перспективы и это бы было правильным действием только если бы на этом игра заканчивалась если бы на первый checkpoint был последним атака у тебя впереди еще целый файт ты можешь не умирать можешь просто отойти с ультой и выйти на контест по итогу ты очень плохо делаешь ты мало того что прожимаешь ульту и не будет ульты к очень важно ульты последнем бою так еще и ты сам погибаешь супер поздним таймингом но везет то что мы успеваем выйти с республижней что если бы был здание то вообще было бы конечно было но очень печально сыграно очень печально вот чем сейчас драться непонятно если бы у тебя была ульта вы спокойно могли бы еще перевесить там кирик ульту оппонента или блэйт бы обработали басы у вас есть то есть басы по любому на будет прожимаются вот кирик ульту закрывать ну тупо нечем то есть как бы твоя ульта должна закрывать ее по идее если оппонент ставит кирик ульту они просто выигрывают рыбу потому что люсио не имеет права нажимать басы на них но он нажмет и потом вы умрёте от блэйта в общем-то да хороший пик идет команда басы сдаются просто ужасные басы были сданы не на блэйт лицо не понимает дефолта но не можем ничего требовать от тиммейта здесь если тиммейт ошибается это его поражение но мы ошибаемся тоже поэтому это будет наше поражение щипа нашей вине пытаемся копить новую льду у нас вообще теперь ничего нету на блэйт вообще ничего нету на кирику по сути мы просто ждем свою смерть пошел в риф оппонента и это просто финальный корт здесь в этом бою должна была быть это твоя ульта могла быть твоя ульта давать не то что прям должна была да то есть возможно будет и сдал бы в любом случае раньше в предыдущем бою может быть как-то по-другому бы вы сыграли но она бы могла выбить из оппонента лишнюю ульту зачистить оппоненты докопить в вашу какую-то ульту в вашей команде то есть возможно вот ты бы с помощью ульты в прошлом бою ароматру поддержал бы он бы ударил кулаками больше и здесь было бы ароматра ульта ну совсем другое дело генжи залетающий в ароматру ульту получает две тысячи три матри и погибает кто знает что было бы в любом случае косяки но вертами были жесткие прям жесткие да либо ты волновался либо что я не знали бы какие-то кого от команды были но оба вертайма сыграны плохо что можно посоветовать данному игроку первое мы почему-то плохо циклим руку мне сильно бросилось глаза то что ты по раз не мог прям остановить себе руку у тебя прямо ситуация вот кажется кинь арбов дэмэш пососи 2 секунды по кремчиком у тебя будет почти полная рука там больше половины точно будет мы вместо этого кидали арбу в хилл и вообще стояли за колонной даже не пытались что-то восстановиться как-то не играли агрессивно из-за этого моря должна циклить ульту искать возможности они есть два источника это сфера на дэмэш это пк второе две лишние ульты прожаты это много за одну карту две лишние ульты это точно много ошибаться с прожимкой ульты можно все мы люди все мы неправильно оцениваем ситуацию иногда но все зависит от количества ультов слитых над этим по-любому нужно работать рекомендую просто то есть обращать на такое внимание стараться минимизировать потому что две закатку это много это правда много но третье чего тебе точно не хватает это планирование файта они quoi если еще файта у тебя реально отсутствует ты думаешь о чем-то другом я не знаю чем ты думаешь что ты думаешь не о том что будет происходить через пять-десять секунд при этом это очень важно потому что от этого меняется твоя позиция перед следующим файтом где-то нужно стать агрессивнее где-то нужно пойти вперед арбу кидать побежать где-то нужно встать за танка чтобы докопить ультимы если чем бою быстро это 90 процентов то есть об этом нужно всегда думать здесь это очень легко развивается не знаю как Мне кажется, просто когда заканчивается файт, ты должен сразу же думать о следующем, ни о чем-то другом, ни о том, как телега быстро едет, ни о том, как хорошо вы поультовали, ни о том, как ты нажимал какую-то кнопку там где-то, то есть ни в коем случае не о прошлом. Из прошлого мы запоминаем только прожатые ульты, чтобы банально помнить, особенно свои контр-ульты, например, если ты играешь в море, ты хорошо помнить, сдавал ли Рейнхард шаттер, который прерывает твою ульту и так далее. Но в любом случае между файтами времени много, ты по-любому можешь потратить часть времени на то, часть на то, но ты должен хоть сколько-то времени думать о грядущем файте и занимать правильные позиции, делать правильные действия. Ну что ж, дамы и господа, вот такой получился разбор на море с платиной, с вами был Анак, до скорого, пока-пока, ставьте лайк этому видосу, не забывайте, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok